Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня хочу похвастаться вам своими красотками. Те, кто на меня подписан, знают, что я ездила в магазин сортовых орхидей в городе Краснодаре по улице Уральская, 77. Находится магазин, там такой больше как магазин-склад, и девочки занимаются в основном отправками по России, не знаю про страны-зарубежья, но по России в основном, там получается магазин-склад, в основном орхидейки нецветущие, поэтому если вы хотите забрать самовывозом, лучше сделать предзаказ, в принципе, как я это обычно делаю. И в этот раз я приобрела себе вот таких замечательных красоточек. Видите, они нецветущие, обе в размере 2,5, но смотрите, как они сильно отличаются. Это у нас Каота Твинкл, обалденная орхидея, давно её себе хотела, но она была или в размере 1,7, мне не очень хотелось долго ждать, или я видела её в магазине за больше чем полторы тысячи, светущая, но с очень маленькой розеткой, вот меньше, чем эта. И сразу было явно видно, что она перекормлена, и неизвестно, что будет дома, когда она цветёт. Поэтому я решила подождать. Собственно, я рада покупке, посмотрите, какое чудесное растение, обалденно, какая пигментация, посмотрите. Растение шикарное, вот корешочки вам покажу. Если честно, от радости я забыла купить горшочки. Это очень большая теперь проблема, потому что в ближайшую неделю я не попаду в город, и не смогу их, значит, пересадить. Хотя я обычно орхидейки пересаживаю сразу, приезжаю домой, снимаю, собственно, стаканчик, потрошу, вот, перед тем, как снимать мог, я его замачиваю, чтобы он легче снимался, и пересаживаю в горшочек. Но так как горшочков нет, я вам сегодня покажу, что вот нужно сделать с орхидейкой, если вы не будете ее пересаживать, если вот вы, получается, получили вот таких красоток, они, кстати, очень легкие у меня, они не политые, вот, значит, точно такие орхидейки вам придут в посылках. Причем, кто заказывал колоду, вот такая красавица вам придет. А это у нас аналог Микки Кроун. Я очень себе хотела, но настоящий Микки Кроун, там, заоблачные цены, размер 1,7, там что-то стоит больше тысячи рублей, вот, это аналог. Я считаю, что, в принципе, достойный аналог, очень сильно похож, причем, когда зацветет, можем даже сравнить. Вот, мне очень захотелось, и я себе приобрела вот такое вот растение. Кстати, тоже, кто купил себе аналог Микки Кроун, вот такая растюшка вам придет. Точно такая же, вот, и с такими корешочками. Они, в принципе, все одинаковые. Вот, я даже ничего не выбирала, какую мне дали, то я и забрала. Вот такое вот растение придет и вам. Вот, мне кажется, очень интересно сейчас будет посмотреть на эти растения, и кто уже заказал, ждать вода и знать уже, в принципе, какое растение вы получите. Так, еще я приобрела вот такое вот удобрение. Это именно активация цветения у орхидей. Поэтому именно таким удобрением нельзя поливать орхидейки, которые только-только приехали или только-только пересажены. Вот таким вот удобрением нельзя поливать, потому что это вызывает цветение. А вам, если вот орхидейки стресс перенесли, да, долгую пересылку, вообще даже если она и не долгая пересылка, да, если ее уже упаковали в коробку, и она там двое суток просидела в темноте, это уже большой стресс. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И вот от снятия стресса вот такое вот удобрение. Если вы хотите попробовать, кстати, оно идет здоровье, активация роста и цветения. Это для всех видов декоративных цветущих растений. Я вам уже его, наверное, очень много раз показывала. Мне очень понравилось это удобрение. Это японское зеленое удобрение. Вот, не розовое, а зеленое. Это именно снять стресс и чтобы орхидейка начала расти. Также мы можем после получения полить янтарином. Янтарин тоже, он у нас стимулирует на рост, улучшает иммунитет растения. Вот, тоже можно полить. А тем, например, можно и обычной янтарной аптечной кислотой полить вот после получения. И также мы можем полить цирконом. Эпина у меня нет, поэтому не смогу вам показать. Но вот циркон, те препараты, которые у меня есть, я вам, собственно, показываю. И сейчас я вам покажу сам процесс полива вот этих красоток. Отпаивание, да, после, получается, на долгой дороге. Итак, я беру литр теплой воды, обязательно теплой, примерно 30 градусов у меня вода. Вот, орхидейки положила, потому что они не очень устойчивые, легкие в мхе. Сейчас я их полью, они будут станут тяжелые и будут более устойчивы, будут хорошо стоять. Итак, если у вас вот такое вот зеленое удобрение, нужно 5 капель на литр. Вообще, конечно, да, разные дозировки говорят, но это уже у меня проверено, как бы, с опытом, да. Получается, если у вас орхидейки здоровые, вы просто хотите их пролить, то вы добавляете 2 капельки на литр. Но если у вас орхидейки какие-то реанимашки или вот такие вот, да, после пересылки, у которых стресс, после пересадки, мы добавляем 5 капель на литр воды. Вот, мне очень нравится эта дозировка и орхидейкам тоже. Причем это натуральное такое, натуральное удобрение японское. Знаете, очень похоже на NV101. Вот, тоже, видите, японское. Вот, и вообще японцы часто выпускают удобрения вот в таких вот ампулах. Это, как знаете, виталайзеры. Вот, у них практически все удобрения идут вот в таких вот ампулках, да, вот в такой вот, как бы, дозированный вот в таких вот, не знаю, как их еще назвать, тюбичках, да. Вот, поэтому уже проверено, собственно, мною. И я советую 5 капель на литр воды, если у вас орхидейки проблемные. Я имею в виду, что если это вот после пересадки, после пересылки, реанимашки, вот мы поливаем 5 капель на литр воды. Вот, янтарная кислота у нас 1,5 мл воды, циркон 1 капля. Вот, что хотите, да, если у вас что дома, что есть, можете добавлять и поливать. Я добавлю 5 капель удобрения. Раз, два, три, четыре, пять. Но я не буду полностью погружать туда растения. Я возьму другую емкость, поменьше. Так, немножко помешаем, ничего, что я пальцем. Вот, я добавлю немножечко, где-то примерно сантиметры, вот так вот, достаточно. И установлю туда орхидейки. Не знаю, поместится сразу две. Нет. Сначала, значит, одну попою, потом другую. Орхидейка достаточно быстро впитает всю-всю воду. Я не поливаю сверху, не проливаю ни в коем случае, потому что это мох. Мох очень хорошо впитывает в себя влагу. И он очень долго будет просыхать. Поэтому я сильно их заливать не буду. Я всегда поливаю. Вот у меня есть несколько орхидей, которые не пересажены у меня в мхе. Растут. И отлично себя чувствуют. Я вот так вот понемножку подливаю водички. Вот, чтобы они не загнили, чувствовали себя комфортно. И они чувствуют себя комфортно. И с этим я поэтому буду делать то же самое. Все на опыте. Все на экспериментах. Проверено уже. Поэтому делайте точно так же. Уже, как сказать, по моим стопам. Сейчас эта орхидейка выпьет, получается, всю водичку. И я поставлю так следующую орхидейку. И они вот таким образом будут пить. Много воды не наливайте, потому что мох в себя впитает столько, сколько вообще позволит ему, я не знаю, его впитываемость. И орхидейка может загнить. Поэтому лучше не надо. Особенно, если у вас уже ночами холодно. Я знаю, что у некоторых уже совсем ночью холодно. И 10 градусов, и 8 градусов. И такое растение во мхе может загнить запросто. Потому что подоконник будет холодный. Даже если у вас в квартире или в доме тепло, подоконник будет холодный. И орхидейка может загнить. Поэтому лучше по чуть-чуть поливать, чем сразу, знаете, так в омут с головой. Вот. Я думаю, по препаратам разобрались. Также вот эпин тоже можно, я повторюсь. Вот у кого из дома эпин, запросто поливайте с эпином. Если вам орхидейки пришли немножечко без тургора, особенно дикий кот, он всегда приходит без тургора. Потому что он очень любит пить, а посылать его мокрого нельзя. Поэтому, естественно, он просушивается, потом посылается, и он теряет тургор. Поэтому чаще всего дикий кот приходит без тургора. Но ничего страшного, вы его так же попоите. И через пару дней тургор абсолютно хорошо восстановится. Все будет замечательно. Это тоже уже проверено, и не только мной. Сейчас подождем, пока впитается эта орхидейка. И я поставлю кооду. Точно так же в этот же раствор, потому что у меня целый ковшик теперь этого растворчика. И так же я поставлю следующую орхидейку. Так, Микки Кроун уже впитал в себя водичку. Ставим кооду точно так же. Пусть впитывает в себя влагу. Точнее, даже не она, а мох. А мох уже, естественно, передаст орхидейке. Он очень долго будет влажный. Тем более с удобрением. И все будет замечательно. По поводу розового удобрения, я хотела еще сказать несколько слов. Конечно же, будем тестировать его на моем канале. Но уже в следующих видео. И им нужно поливать орхидейки, которые как раз таки, если у вас долго не цветут орхидеи. Вы берете вот эту пипку, отрезаете и вставляете прямо вот до самого горлышка, вставляете в грунт. Хорошо, если это кора. С керамзитом так не пойдет, потому что керамзит, он не такой влагоемкий. Вот, поэтому он не подойдет. Вот, тогда нужно, вот если у вас в керамзите орхидейка, она очень давно не цветет, также 5 капель на литр воды. Вот, и замачиванием, если в закрытой системе. Если у вас обычный горшочек, то погружением, собственно. Вот, и просто для цветения 2 капли на литр воды. Поливаете, у кого закрытая система, просто доливом, да, вот водички. У кого, ну, обычный горшочек, то естественно погружением, но уже 2 капельки на литр воды. Вот, а у кого орхидеи давно не цветет, то 5 капель на литр воды. Или же, вот если обычный у вас мелкая кора, вставляете до самого горлышка, вот так вот. И орхидейка через какое-то время у вас зацветет. Вот, такое чудесное удобрение. Ну, естественно, будем тестировать. Это пока еще просто, ну, со слов покупателей, да, со слов производителя. Я сама проверю и обязательно вам расскажу. Кто, опять же, хочет, чтобы я это все тестировала на своем канале, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Конечно же, хотим попробовать это удобрение. Вот, также у нас сейчас колода попьет и все. Я их поставлю просто на подоконничек. И они будут ждать своей пересадки. Но это будет уже через неделю, хотя я не собиралась оставлять их во мхе. Вот, но так вот получилось. Собственно, даже я сама этого не хотела. Да, вот так получилось. Еще я хотела вам показать. Я купила зеленое мыло. Обязательно их тоже всех обработаю зеленым мылом. Но я хочу прям все выставить в ванну, все обрызгать, пролить. Поэтому это тоже уже будет в следующем видео. Пока я только попою, потому что только-только мы приехали. Еще нет как бы времени на то, чтобы сейчас все выставить в ванну, опрыскивать. Поэтому это тоже будет уже следующее видео. А я с вами буду уже прощаться. Надеюсь, сегодняшнее видео вам тоже было очень полезным. Вот, всем пышного цветения, всем любви, здоровья. Пока-пока!